В полдень на самых популярных пешеходных маршрутах города появились люди в спортивной экипировке. Так челябинские атлеты отмечают День физкультурника, показывают горожанам отличную форму и рассказывают о своих видах спорта. Мальчики и девочки выступают в этом виде спорта только в гире две. И выступают в жонглировании. А жонглирование это я уже показывала. Их 30 элементов есть в жонглировании. Они все разные, программа состоит из 30 элементов. Перед челябинцами выступили фехтовальщики, гимнасты, гиревики и даже танцоры. И речь не о бальных или классических спортивных танцах. На Кировке и Набережной устроили показательные выступления по акробатическому рок-н-роллу и брейку. В 2024 году в Париже будет дебют этого направления на Олимпийских играх. На юношеской Олимпиаде уже брейкинг был олимпийской дисциплиной и тогда выиграл наш любой из России. Тэквондисты из школы Карё устроили возле театра оперы и балета шоу, достойное большой сцены. И посетовали на условия тренировок. Сейчас строительство центра подготовки по тэквондо погрязло в спорах и скандалах. Так что непонятно, когда все же у спортсменов появится постоянная тренировочная база. Результат показывается спортивный челябинского тэквондо вопреки тем условиям, в которых мы существуем. Чем сложнее условия, тем сильнее спортсмены, тренеры и коллектив. В городском спортивном флешмобе поучаствовало сразу несколько школ художественной гимнастики. Девочки не уронили ни ленту, ни честь родных клубов. Но все же самым громким и ярким стало выступление мотоспортсменов возле юности. Ну это лайтовый такой режим. То есть мы так выехали, показали, что мы можем здесь на площадке. Если показывать максимум, это надо на мототрек ехать, на специальный. И там мы можем показать, что умеем. Там прыжки, все, повороты, всякие элементы. Там покруче можно показать. Такой формат празднования Дня физкультурника выбрали из-за ковидных ограничений. Организовывать масштабный праздник небезопасно. Показательные выступления спортсменов продолжатся в эту субботу в парке Гагарина. Там выступят челябинские легкоатлеты.